Побежали тихори, видите, люди непонятно хватают людей. По гражданской одежде просто человека заломали. Кто враги этим оказался? Я на руке, чтобы попадать в какие-то боевые люди. Не ломайте руки сюда! Убей! 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 О, запотевшая забрала. Я отдаю! Фиксируй! Тосируй с стороны! Вот так выглядит въезд на Тихий Компрос. Кто знает город Пермь. Въезд перекрыт. Никого туда не пускают. Пускают автозаки. Показывают направление. Как стало нам известно. Всех повернули на улицу Куйбышева. Видно, вот народ здесь идет. Не знаю, какое отношение к этому они, конечно, не имеют. По информации, весь Тихий Компрос перекрыт. Все, эти полиции подошли, подкрепились, видимо. Из кафешки вышли. Улица Куйбышева также перекрыта. Движение транспорта не пускают автомобили. Трамваи стали. По информации, людей просто разделили. Несколько частей, несколько групп. Но сегодня, видимо, стоит... Сегодня, видимо, стоит задача не пустить их, людей, в центр города. Города. Ладно, обращение сделать. Откройте окошко! Полицейский! Обращение к вам, полицейский! Вот видите, сидит такой, как у мужчина. Вроде как в полицейской форме. Отказывается обращение принять. Откройте окошко. Обращение к вам, полицейский! Сотрудник полиции, обращение к вам! Примите обращение гражданина! А вы полицейский? Вы полицейский, нет? Или переодеты? Сотрудник ДПС, обращение к вам Полицейский Оглок, что ли? Вот такой же глухой, видите, как и его коллега Стоит вторым рядом Нарушает правила дорожного движения О, видите, пошли, пошли в атаку Сотрудники полиции Не знают, что делать, куда им бежать А те пошли в атаку Сотрудники ДПС Весело очень Здравствуйте Здравствуйте Защитники народа снимают Стоят смеются, весело им, видишь Весело, да Весело Смеются, а вам весело Вы, враги, должны По закону защитить Вот они, защитнички наши Закон такой, знаешь По две тысячи, сука Что говорите? Я говорю, а же ему по две тысячи Кто вышел бы, блядь, за этого Навального Кто он, козел такой, а? Козел? Он же козел Почему? Он разваливает Россию А он же Россией не управляет Ну, тем более, вы не понимаете Как можно развалить то, чем не управляешь? Вот я тоже не понимаю А зачем тогда столько народу? Так вот, люди хотят об этом сказать Нет, ну зачем? Я еду домой Это спасибо скидным сотрудникам полиции Что они все перегородили Иначе вы спокойно проехали бы домой Люди, они никому не препятствовали Ни движению транспортных средств Ни движению трамваев Они спокойно шли по тротуару Кто? Люди, которые не согласны Ага А сотрудники... Сейчас бы его ебло бы набил Любому Да? Да У вас есть такая возможность Можете пройти В начале колонны и выступить Я бы, блядь, вот Въебал бы нахуй Я понял вас Я понял вас Это вообще конец Капец Это называется Порядки В прошлый раз У нас полиции практически не было Беспорядков не было Сейчас полиция появилась И беспорядков не было Не, ну правильно говорят, что... Беспорядков А? Какие-то не спорядки Люди испытывают проблемы, чтобы уехать на транспорте Стоят на остановках Не могут проехать на машинах Автозаков Хватает на всех, я так думаю Чего-чего В нашей стране Автозаков На всех хватает На всех хватит Что мешало людей просто мирно пропустить Пройти по запланированному пути Без нарушения общественного порядка Спокойно, как это было 23 января Непонятно Непонятно Сейчас Сторонники полиции Сами устроили беспорядок Хаос В данном районе Люди испытывают Проблемы С тем, чтобы сесть на общественный транспорт Чтобы просто проехать на своих автомобилях Потому что улицы перекрыты Вот и возникает вопрос Кто больше приносит Проблем Обществу Мирно шествующие люди Или сотрудники полиции Которые заблокировали практически все Дороги Езды, выезды, подъезды Колонна прибывает Автозаков Команда, видимо, дана сегодня Виндить Вот они Лица, лица Смотрите, лица Запоминайте Некоторые маски сняли Уважаемые граждане Вы принимаете участие В несогласованном публичном мероприятии За которое предусмотрена Административная и уголовная ответственность Также В вами не соблюдаются ограничения Установленные указом губернатора Эрнского края Связанные с распространением Ковид-19 Предлагаем Прекратить публичное мероприятие И разорвать В случае продолжения Вами указанных Противоправных действий В целях пресечения Правонарушения В отношении вас Будут приняты меры В соответствии с действующим законодательством Людей Согнали Согнали Людей А то вот человек Командует Даже маски не надевает Ничего не боится Без маски Можно опознать человека Конечно Благодарность выслать в МВД Благодарность выслать За охрану народа Без маски Вот человек стоит Кто узнал этого человека Пишите в комментариях Да Хвалите его Благодарность Побежали тихари Побежали тихари Видите люди непонятно Хватают людей В гражданской одежде Просто человека заломали Применяют физическую силу Эти люди Будьте добры Что вы такие Кто вы такие Кто вы такие А Ну вот будьте внимательны Тихари есть везде Они по штатской Штатской одежде находятся Выхватывают людей из толпы Победите пожалуйста Не ломайте руки Вы кто Вы кто Кто такие Парень беги Кто такие Кто такие Помогите пожалуйста Вы кто А вы кто молодые люди Кто такие Вам никто не помогает Вы никому не нужны Не А вы кто Тоже тихичник Техичник Нет 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 Вы честно Говорите А Ни кто не помогает Вы Почему Кто вопрос занимается? Значит лично и диапазон подтверждение не нужана? Стой! Стой! Ужди! Тихо, тихо, тихо! Вперед! А человек избивают! Человека избивают, вы видите? Нет? Вы за чем? Четвером его, четвером! Помогите, пожалуйста! Изъятие! Назад! Отход на изъятие! Отход на изъятие! Какие красивые команды дают! Вперед! Идите, пожалуйста! Сотрудники ДПС отказывают помогать? Да вообще никто не откроет! Только космонавты! А вот он, космонавт! Вот какой! Вот это бандит! Бандит какой-то! Вот он! В зеленых штанах! Тут они еще есть, так-то будьте осторожны! Ну, может, и вы даже! Я? Да! Граждане проходим! Я вам разрешаю проходим! Проходите, пожалуйста! Что мы нарушаем! Проходите! Что на остаток водить? Люди боятся идти спокойно! Держатся за руки! Перегородили все транспортные потоки! Люди все стоят! О-о-о-о! Пошли! Пошли! Нас еще остатут! Так, а че? Он сказал, можно ходить? Можно ходить, да? Да! О-о-о! Пошли! 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 Вот команду ходит! Гони, говорит, их туда! Пошли! 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 Подпишем! Да! Наш друг! Конечно! Он без маски ходит! Видите, ничего не боится! Можно ему благодарность отправить в МВД! Уважаемые граждане! Вы находитесь в месте возможного проведения несогласованного публичного мероприятия, за участие в котором предусмотрена административная и уголовная ответственность. Предлагаем покинуть данный участок местности. Уважаемые граждане, вы принимаете участие в несогласованном публичном мероприятии, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также, в вами не соблюдаются ограничения, установленные указом губернатора Пенского края, связанные с распространением COVID-19. Предлагаем прекратить публичное мероприятие и разойтись. В случае продолжения вами указанных противоправных действий в целях пресечения правонарушения в отношении вас будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Откуда говорили? Интересно. По-моему, отсюда говорили. Вот отсюда, по-моему, пришел голос, насколько я понял. Мы где-то милые лошадки. Такое ощущение, как будто мы колонну ведем. Мы колонну не ведем. Колонна с нами ведет. Ну, в коллизе. Наверное. А может быть, нет. Мы идем вслед за веселыми огоньками синими. Которые вот там вот мерцают. О, собакин стоит. Видите, какой правый солдат. А по какому адресу комментарии при службе? А вы ничего сами не знаете, да? Зачем вы здесь? Что делаете? Знаете, нет? Вот мы с ними шли. Боев, перейдите. Вышество мероприятия. Участие за милицию. Какие? Вглядитесь в эти честные лица. Вот тут задержаны. В идет в эти честные глаза. Заметьте, сколько уже людей прошло. Запомните. Самое интересное в прошлые веки, не было полиции, не было беспорядок. Сейчас появилось... Говорил, почему нам мешают? Задерживают людей, непонятно сколько вообще, то есть там заблокировали, почти каждую секунду кого-то выводят. За что задержали? Китай, вот и чувачьи. Молодцы, ребята, молодцы! Все, люди пошли туда. Я надеюсь, это незадержанное. Ребята прошли. У вас что, вся группа? У вас вся, да? Да, да, да. Ха-ха-ха. Он привазит к савчику. Да, да. Готовы? Да! Кто-то есть? Вот и нет. Где вы идете? Нет, не будет. Давайте прям-то разобраться. Ну и где! Вот группа есть. Сейчас соберетесь там. О! Все, мы говорим. Почему я должна с этими динамики? Закрабава. 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 А их, посмотри, что давно это можно было. Хоть бы дороги строили что-нибудь. Закрабава. Позор вам, ребята! Мы не знаем правила дорожного движения, никого не обижали. Они шли по своему городу, соблюдая все правила дорожного движения. И вдруг нас взяли и окружили. Никуда не выпускают. Позор! 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 Задерживаю из башка подняльных людей. impedим, что... Это бесплатная доставка. Слушай, его попадание, ш Talesh с immature насмотрел это deed. Ивардик выбрал! Забрал, да? Да, забрал, заподел и так бы ни получил случайно. Позор! 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 полицейские обращение к вам примите обращение примите обращение примите представьтесь дениска гбд инспектор 2-го завода 2-го полка дпс гбд лейтенант полиции носков носков знак 327 транспортные средства стоят в зоне действия знака 327 можете меры принять это спецтранспорт у него есть удовольствие разрешение вы знаете в каких случаях имеют право транспортный средств поступать правил дорожного движения просто мне нужно документ предоставляющий вашу личность своих слов запишите не свою личность назовете ничего страшного имею право порядка 700 тысяч того приказа дать обращение как анонимное так и устное без предъявления документов так суть обращения транспортное средство транспортное средство но вот видите можете переписать пазик автомобиль паз михаил 569 михаил михаил 159 далее михаил 13 76 59 михаил 798 Владимир Ольга 159 Это Лада Гранта Дальше Уазик Владимир 423 Ульяна Елена 159 Дальше Газель Константин 362 Владимир Харитон 362 Владимир Харитон 159 Дальше Автобусы стоят, но возможно они являются Машурутными транспортными средствами, поэтому я Не буду их указывать. Дальше Автомобиль полиции Пазик тоже, Михаил 108 Михаил 1083 1083 59 Здравствуйте Здравствуйте Да, дальше номера я не вижу, но вы можете обратить внимание, что дальше пазика, которого работает аварийная Раз, два, три За пазиком За пазиком Раз, два, три, четыре Там какой-то А там автобус, да, непонятно То есть вы считаете, что эти транспортные средства в данный момент имеют право отступать от правила дорожного движения? Ну, вы заметили, мы здесь тоже стоим Вы включили проблесковые маячки, да Вы знаете, в каких случаях можно отступать от правила дорожного движения? Да Ну вот Данные транспортные средства соблюдают данные условия? Так, номер телефона можно? 277 Вы будете пресекать административные правонарушения? Да, сейчас я сообщу данную информацию дежурную часть А зачем? Вы можете сами пресечь Согласую, возможно, это они по указанию дежурной части, возможно, это все согласовано с администрацией города Я это согласую и затем приму меры То есть правила дорожного движения предусмотрены администрацией? Административные, административного характера Ну, вы же знаете, допустим, на день города, вот, дорогу Да, да Ставят транспортные средства с включенными проблесковыми маячками Там также автобусы, допустим, забег какой-то происходит Знаете об этом тоже? А сейчас какое мероприятие проходит? Сейчас идет шествие, вы сами знаете Так, соответственно И что? В связи с чем это все Нет, то есть это позволяет им выступать правилам дорожного движения, правильно я понимаю? Давайте я непосредственно вашим обращением занимаюсь, потому что мы теряем Номер КУС хочу узнать Сейчас я зарегистриру данную материю, сейчас я жду Хорошо, 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 жду У нас руник полиции считает, что данное транспортное средство У нас есть право отступать от правил дорожного движения в случае проведения какого-то мероприятия Чем не предусмотрено, чем не законодательством интересно Вон, где-то этот Вот, главнокомандующий ходит Крупнопланового пожарать надо У него интересно забрало, запотело, нет? Я, я, я Да, Игоревич Я, Игоревич Они непосредственно вам чем-то мешают, они нарушают правила дорожного движения, вы понимаете, вы сами себе противоречите, если какое-то мероприятие, зачем у вас включены проблесковые маячки? Вы могли бы можно машину перегородить, поставить ее поперек правильной части Для того, чтобы люди видели Кто видел? А зачем вот УАЗик, да, включил вот тоже автомобиль УАЗ, полиция включил проблесковые маячки? Потому что тоже спусты с нарушением А кто бы включить проблесковые маячки? И сейчас вот те транспортные средства, что вот, допустим, УАЗик я видел, да, я сейчас вопросу То есть я правильно понимаю, вот, Лада Гранта, она по мероприятию стоит, правильно? Да, совершенно верно Вы в этом убеждены? Да, совершенно верно Все, ваши действия будут обжаловать? Все государственные, государственные, государственные знаки Да, на вашем поддержке действия я подам в жалобу в прокуратуру, а потом в суд И же не с вами в суде, где вы будете обосновывать законность бездействия вашего Все, до свидания, я не понял Так, ну что, а номер Кустову сообщили, нет мне, молодой? Да, ну, я не буду, все вас так, как мне не является А, нет, я же обращение сделал, пусть проведет проверку Что еще раз? Должны провести проверку, зарегистрировать мое обращение Я же вам пока что все разъяснил То есть вы даже оказываетесь мне номер Кусту сообщить? Что еще раз? Номер Куст мне отказывается? Материал не будет регистрироваться Не будете регистрироваться? Я передал данный материал в дежурную часть В случае, если данный материал будет регистрирован, вам придет ответ по месту Нет, секундочку, давайте уточним еще раз У меня к вам обращение о массовом нарушении правил дорожного движения Вы его приняли от меня? Принял, конечно Приняли, номер Куст какой? Понял Я же должен получить официальный ответ? Должен Сейчас Все смешалось Люди, кони Это главнокомандующий Конюх Конюх? Да Наверное Почему только он без лошади? Полиция решила реагировать Так Так Это кажется, что нарушают неправила дорожного движения И должны включать проблесковые маячки Ну, что и следовало ожидать Отступать иметь правило дорожного движения Имеет право транспортное средство Которое имеют Синие проблесковые маячки Вот еще один командующий По-моему, даже матерится немножко Даже лошади недовольны Ржут Лошади, по-моему, ржут над полицией Мне показалось так Лично мое субъективное мнение Так, вот, космонавт поехал Возможного проведения Возможного проведения В котором предусмотрена Административная и уголовная ответственность Предлагаю покинуть данного участка к местности Еще раз какой? 18-03 18-03 18-03 А 31-01-2021 В гранду сел водитель Можете к местности привлечь? Казахстан Установленные указы Казахстан Включите проблесковые маячки туда Да, я понял Не будете? Не будете привлекать к местности? Нет, че, как сделать-то? Вы мне скажите Прос, пройти, добре, лечь Все бросить Сейчас я в интернет положу Давайте вот будете снимать Да Хорошо, давайте, да Проведение вами указанных противоправных действий В целях принесения правонарушения В отношении вас будут приняты меры В соответствии с действующим законодательством Ну вот, сотрудник полиции пытается привлечь одного из космонавтов Их там 4 человека Ставим ставки, чем это закончится Получит ли он документы от него Привлечет ли к ответственности Или опять сошлется на то, что типа ему можно Так, по-моему взял документы Так, да, действительно взял документы Слушайте, но мне сотрудник полиции сначала показался Обыкновенным сотрудником полиции Но вот этот Правда нехотя, но Но, но что? Сейчас скажет нам, что же все-таки произошло Он привлекает его, по-моему Предлагаем покинуть данный участок местности Уважаемые граждане Принимайте участие в несогласованном личном мероприятии За которое предусмотрено стративное Моя ответственность Давайте понаблюдаем еще странно, что происходит Но Мы видим, что Мы видим, что Гранден выезжает Сотрудник полиции Сотрудник полиции Сотрудник полиции Полицейский Сотрудник ДПС Сотрудник ДПС Вы можете подойти? Ну как же случилось? Мы, по-моему, ситуацию уже не разрешили до конца Что вас интересует? Я же вам все Привлечение к ответственности данных Водителей данных транспорта Вы что? Не будете привлекать? Нет, конечно Основания нет Они приехали в организованной колонии Они здесь стоят по мероприятию Все Все Вы оказались обыкновенным полицейским Инспектором дорожного регулирования Я могу вам сказать Общественную безопасность Не мешайте, пожалуйста Не мешайте, пожалуйста Это вы, по-моему, нарушаете общественную безопасность Все понятно с ними Короче, жалобу будем подавать Полиция? Да Полиция Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну а те люди, которые вообще не при делах ехали по своим делам, на общественном транспорте, на транспортных средствах, они испытывали массу проблем. Но опять же, все это будет сказано, что это по вине людей, бывших на улицу и несогласных. Но на мой взгляд, это полностью по вине полиции, которая устроила сегодня здесь такое беспорядок, парализовала нормальную жизнь города. Никаких проблем не было для того, чтобы сегодня люди мирно, спокойно прошлись по центру города, есть такое право. Но тем не менее, полиция опять же сделала через большую букву уже. Единственное, кто встраивает такие конфликтные ситуации, это сотрудники полиции, которые провоцируют эту ситуацию и создают это напряжение. Не нужно. Ну а командиров всех этих, кто командовал сегодняшней акцией, вы все видели. Ну вот шли мы шли. На пути у нас опять сотрудники полиции. Все было перекрыто. Видели, решили войти в обход. Через дворы. Тут, скорее всего, тоже в арке все перекрыто. Тут это, не шокка просто стоит. А, решетка стоит. Я не стоял вот эта с вечера. Вот как она удачно стоит. А, и полиции. Да. А вы кто? А СМИ можно пройти, нет? С массовой информации. А это правда, что вы нас защищаете? Вы кто? Извините, можно пройти, средства массовой информации? У меня достоверение есть. Тоже не пускаете? Не слышите, не говорите. Первый, а вторый, а вторый. Можно и сми? Можно сми проходить или нет? Можно. Еще раз. А вы кто? Сейчас покажу. Кого вы, я к кому должен провединить? Так, ну вот, мне удалось пройти. Пройдите. Как мы видим, на площади людей практически нет. Ну, мало, скажем так. Здесь много людей с детьми. Которые здесь гуляют. Данная площадь оцеплена. С трудниковой полиции. Так это выглядит с обратной стороны. Вот он прямо. Вот. Здесь. Видимо, надо команду кого-то держать. Уважаемые граждане, вы участвуете в несогласованной публичной акции, за участие в которой предусмотрена административная уголовная обезда. Есть. Интересно, а кого он здесь считает, участвующий в какой-то акции? Люди просто... То сидит, то стоит. Много людей с детьми. Непонятно, кому он при данное обращение делает. Люди просто мирно сидят на скамейках. Без каких-либо лозунгов. Транспарантов. Отдыхаете? Да. Правильно делаете? Походу хотят делать задержание. Производить точнее. У нас сотрудники полиции. Выдавливают людей. Непонятные основания какие. Полиция стала бегать по кругу. Собирать, преследовать просто молодых людей. Вот одна из задержанных. Один, точнее, из задержанных. Слушай, пожалуйста, уберите потом. Хорошо. Так, велосипедисты тоже сегодня у нас не в почете. Задерживают. А вот люди идут со свернутым лагом. С флагом России спокойно вышли. Потому что флаг был свернут, я думаю. Ну, штык-то и рыгин, по-моему. Досматривают транспортное средство. Насмотрел транспортное средство. Документы удерживал. Где протокол досмотра, где что. Здравствуйте. Не подскажете? А можно окно немножко опустить? Только что был досмотр транспортного средства, так понимаю, да? Досматривали багажник у вас, нет? Протокол составили? Протокол досмотра не было, да? Окей, основания были. Не назвали основания, да, Ники? Все понятно, спасибо. Спасибо. Что, он свалил? Нет, справа стоит. У нас? У нас? У нас стоит, у нас, командир. Угу. А вот слева от него бывший начальник Свердловского, помнишь? Может подойти еще. Угу. Подойди. О, запотевшая забрала. Продолжение следует. Да, право. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы находимся в Дзержинском отделе полиции номер один Людей здесь очень много Никаким образом объяснить задержание никто не в состоянии Протоколы задержания не были составлены, конечно же Хватали людей просто на улице без каких-либо оснований По-видимому пытались воспрепятствовать митингу, а похватали всех, кого не лень Но это само по себе грубейшее нарушение, потому что нельзя препятствовать выражению воли народа Это является преступлением Люди фиксируют, кто этим занимается практически Вот идет какая-то, скажем так, создание базы данных по активистам Ну вот то, что происходит вокруг Видимо, не больше двух автобусов сюда привезли Идет какое-то давление на людей Ну не особо, никого не бьют В основном переписывают фамилии Полиция Как заявление подать, полицейские? Куда все спрятались-то? Илья! Подать заявление, наверное? Не открывают Отдел полиции Дежинского района Подлесная 47 Как нам стало известно, план крепость введена по всем отделам Ворота закрыты, дверь закрыта Стучимся, дверь не открывают То есть в данный момент получается заявление подать Как-то обратиться в отдел полиции невозможно Подлесная 47 За компанию пройдем За компанию пройдем? За компанию пройдем? Субтитры делал DimaTorzok Кто запрещает пройти? Мой представитель Филипп Филипп Скажи нам пока так В щелку на видеокамеру что произошло Что случилось? В городе был по видимому Митинг Организованный Неорганизованный Согласованный Я был на улице Ленина Увидел отцепление Подошел И увидел как один человек Сортирует людей Одних в автозак Других отпускал Я подошел к нему И спросил что здесь происходит Спросил сотрудник ли он полиции Он начал прятать лицо Бегать от меня То есть не представился Не предъявил документов Я его спросил на каком основании он сортирует людей По какому принципу Что значит сортирует? Можете объяснить? А он выбирал из толпы каких-то людей произвольно Причем людей которые не были даже в отцеплении Я не попал же за отцепление Ну и не стремился туда по большому счету Вот Он просто сортировал людей То есть выбирал тех которых нужно задерживать Сейчас какой ваш процессуальный статус? Никакого Протокол задержания есть? Нет протоколов задержания Вот этот и был вопрос ему То есть я спрашивал Составляются ли протоколы задержания Можно девушки я приоткрою? Я никогда не делаю Просто вот так вот А вы Филипп нормально Мы тебя понимаем и так Они меня понимают? Нет Вы так это видите чтоб щелка то была Ну вот вот мы держим Так ты получаешь Сейчас задержан или нет? Объясни Никто мне мой статус не определил до сих пор Статуса у меня нет Спроси у полицейских ты задержан или нет? Что? Спроси у полицейских ты задержан или нет? Я задержан И на каком основании доставлен? Если нет можешь выходить наверное отсюда Я вам тоже не могу понять Девушки скажите я задержан или? Я стою на охране Что? Я стою на охране территории А статус то мой можете определить? Если вас привезли на автобусе Вас на автобусе привезли? Да меня на автобусе привезли Скорее всего наверное вас задержали Скорее всего а вы что скажете по этому поводу? Я ничего не скажу А говорят не знают мой статус Но препятствуют выйти Ну не менее 60 человек Сколько? 60 60 человек где-то 60 человек А вы не по мне вышли? Мой статус определить? А поделимся? Народа много В смысле определимся? Так вы статус то скажите мой Задержаны? Нет Как нет? Меня привезли на автобусе Но протокол задержания не составлял Ну так вы понимаете что вас одновременно привезли много человек Ну понимаю Все административно задержаны Со всеми постепенно работают Угу Время задержания вашего не стекло Вам сейчас Вас как зовут? Меня зовут Токарев Токарев Вот смотри Токарев Юрий Анатольевич Настоящее время Считает Да? Ну такой Токарев Юрий Анатольевич Вы майор да? Совершенно верно Майор полиции Дежурный Статус ваш какой? Я не дежурный Я сегодня ответственный Отдел полиции номер один Он ответственный работник Отдела полиции номер один Так Он пока не может мой статус определить Я вам уже пояснил ваш статус Но считает что я задержанный И что в отношении меня будет составлен протокол задержания Заяви ему что у тебя есть защитник Я знаю Я в общем то за вами и вышел сюда Да Ты прямо сейчас на видеокамеру заявил Что потом он не говорил что об этом они не знают Ты прямо сейчас на видеокамеру заявил Что потом он не говорил что об этом они не знают И не слышали Что у тебя есть защитник Который находится здесь И ты требуешь обеспечения его присутствия Согласно статьи 25.5 КОАП РФ И согласно статьи 25.1 КОАП РФ Уважаемый Токарев я заявляю вам что у меня за дверью Находится защитник В присутствии трех журналистов Которые желают пройти Чтобы защищать мои права и интересы Консультировать Я вам объясняю Вы находитесь на территории Я понимаю Вы пропустите защитник Здесь введен план крепости Как только с вами начнут производить процессуальные действия Защитник будет приглашен Защитник будет к вам допущен Вы в полном объеме получите правовую помощь Как вас еще имя отчество? Токарев Юрий Анатольевич Юрий Анатольевич Токарев мне кажется вполне обоснованно сказал Что как только со мной будут производить какие-то действия Например составление протокола Вас пригласят А когда это будет? Понимаете там сейчас живая очередь из людей Ваше время еще не истекло Как только вас пригласят То есть он ссылается на по-видимому на три часа допустимое для задержания Совершенно верно Вот и считает что раз время не истекло то в принципе я должен исполнять законы Я так понял что сейчас живая очередь да? Да живая очередь Людей много Но работают слаженно Ты один на улице находишься? Ну нет А да Да Теперь уже один Задержанных на улице больше нет Если мало не допустят защитника требуя ознакомления с материалами дела А защитника не могут допустить Иначе протокол будет не соответствовать Аж отпишусь в протоколе Филипп Да Требую ознакомления прямо в письменном виде всех от нас заявляющих Не было бы о том такого что вы об этом не говорили Вы не об этом не говорили Ну конечно Ильяна не забуду Если вам в видеозапись если откажут тебе предоставят лист и бумагу У тебя же с тобой нет правильно Нет Да я помню что Бумагу вам предоставят ручку все что угодно Не переживайте То есть все хозяйства заявляет в письменном виде На имя того лица кто будет в отношении тебя материал То есть конечно же для составления протокола они защитников пригласят И камеры я даже не сомневаюсь Это грубое нарушение И уж на это должно лицо которое будет в отношении тебя материал составлять Потому что часто бывает такое что потом начинают они отклищиваться Несмотря на то что фамилия указана в протоколе Но лицо которое составляют может быть не кем Ты понимаешь что я говорю да Конечно я удостоверение тоже назначил спрошу Время пришло человека Время человека пришло Работать с ним или что А меня червашова Проходить номер А все Что вы сказали Защитника оставить за дверями Повторите пожалуйста на камеру Я вам объясняю да девушки То есть отказ предоставления защиты Так нет меня то зачем водить то Пройдите пожалуйста Я что без защитника буду процессуальное действие осуществлять Неграмотный что ли Что что Неграмотный что ли Ну как бы грамотный но без защитника у нас не принято же это делать Вот фактически граждане отказали мне в юридической помощи Вот все присутствующие Куда Защитников вообще не пускают То есть как я понял Девушка выразилась что все защитники побудут за дверями Так же нарушается Можно еще раз Кто сказал съемка запрещена Это вы сказали Норму права приведите Это просьба личная Я отказываю вашей просьбе А у вас что так принято адвокатов не пускать в отдел Или это только сегодня Это у вас много вопросов всегда будет У меня всегда много хороших вопросов Полноценных Вы можете Вы можете Вы можете Пресечь правонарушение Которое выражается в воспрепятствовании доступа Защитника к моей личности Вы сотрудник Я вас прошу Я вас прошу Как гражданин Пресечь правонарушение Которое выражает Я к вам обращаюсь как гражданин Пресечь преступление Выраженное В отказе в предоставлении Защитника Гражданину Да Так вы будете исполнять Зачем Их завели в подвал Всех сказали что их фотографировать Снимать никому нельзя И чтобы все убрали фотоаппараты Но их завели в подвал А до этого их долго держали на улице Ну вот сейчас только один Филипп остался на улице Говорит что Сейчас его очередь на Составление материала Живая очередь Какая-то Вот такая ситуация Их долго держали Очень долго Нарушение всех правил На улице прямо держали Мне кажется Сейчас соблюдение каких-то правил Вообще не стоит говорить Тут Куда не косись везде нарушения Поэтому здесь А сейчас в подвал завели Ну в подвале Тоже И говорят что нельзя себя фотографировать Видимо боятся что будет видно что они в подвале Ну понятно А Филипп там у нас где? Ой Филипп говорит А вы кто? Это заявление написать? Угу Меня обманули 30 тысяч рублей В контакте нахуй Я не могу попасть нахуй Большие люди Мы с ним хорошо относились Мы герои Журналистам можно пройти Журную часть Почему нет? Нельзя Почему нельзя? Смотрите Что так боитесь то а? Полицейские? Вернее принять Вернее принять Подать А не принять Попадать А не принять Попадать Правильно? Правильно? Ну ладно Проходило когда через эти кухни А может у всех на глазах аж слезы стояли? Да ладно А? Слезы стояли Что у них? Стояли 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 Слезы стояли и они стояли да? И они стояли и слезы стояли Все стояли Стояли Там были непробиваемые Но у ребят Которых я видела У них были Растерянные глаза У вас тоже заявление да? Мужчины Мужчины Может вы вместе пройдете? Не пускают Попробуйте А не пускают сегодня никого сюда? Вас пустят? Да Здесь парковка да платная? А че зачем вы снимаете? Хочу снимаю А что? Нельзя снимать? А зачем? Так это же пресс Общественное место Я представитель средств массовой информации А вы кто? А зачем вам моя машина? Мне интересно кто паркуется на территории полиции Да не на территорию полиции я заезжаю А куда вы заезжаете? Это на территории полиции? Нет А что здесь такое находится? Не знаю Вы не знаете куда приехали? Не знаю Не знаете? Нет Странно Бывает такое Вам нельзя машину управлять Потому что вы не меняемый А вы что медик что ли? Вы не меняемый человек А вы не медик что ли? Да вы не знаете куда вы приехали? А вы медик что ли? Я не медик Ну да чего вы так Да я делаю вывод по вашим ответам Вы приехали непонятно куда Пытаетесь проехать Не знаете что территория полиции А где написано? Вот пожалуйста Нет там написано что Рассидская полиция А где написано? Да, действительно нет. Ну, ну, это ж другая плака. Понятно. Там очень много полицейских заворотов. Знаете об этом? Вас сегодня не пустят туда. Сегодня парковка не работает. План крепость. Абсолютно все Говорят, не могут пропустить Правильно и делают, нечего делать Правильно, давайте обратно Вам там нечего сегодня делать В следующий раз проедете Сынка, наверное, своего пришел в страну Да нет Интересно, как на машине он туда, я туда езжаю, да? Да, видимо, какой-то это Свой Свой, но Машину приехал поставить на парковочку Вон питьевая вода еще приехала Интересно, а нет, что как? Можно на минутку? Я подвоз воды Что, ну я в бочку с водой А вон там были все из бочки Не заезжать, через другое место ездить Задерживали только мужчин Может быть, они их хотят там мучить, там в Белоруссии И чтобы убрать Фары не включил, не пристегнулся Музыка Всех, мы сегодня не пристегнутая ездит, да? Да Можно заходить, да? Нет, нельзя. Почему нельзя? В прессе можно? Я журналист, могу зайти. Почему нет? Ну, указание руководства. А заявление будете принимать? Заявление будете принимать? Конечно. Кто? Вы лично будете принимать? В стороне полиции. У меня заявление, полицейские. Вы нарушаете мои права. У меня есть право подать обращение в полицию. Полицейские? У полицейских нет? Понятно. Угу. Да. Да, попомнили? Я выйду сейчас на стресс-кратаку. Кто обращение примет, а? Полиция? Приехала скорая помощь. Такое непонятно. Угу. В полицию они или не в полицию? Хорошо, хорошо. Сейчас напишу. Кстати, действительно, ни одной таблички нет, указывающей на то, что здесь отдел полиции. 300 лет полиция, но это не табличка. Флаги. Тоже не готов, что здесь полиция. Скорую помощь тоже не пускают. Возможно, там кому-то плохо. Уходит время. Пусть тебя не слышит. Время уходит. Скорая помощь ждет. Кому там плохо? Там не сас, не проблема. Там у одного, у моего мужа, астма. Вы можете сказать, к чему вызовут его прибыли? Кому плохо стало? Мы-то не можем. А почему не можете? Потому что есть регулярный фамилия. Так нам не нужна фамилия. Нам нужен вопрос, что случилось-то? Что еще раз? Тоже одно, что произошло. А, что произошло? А, что произошло? Мы же не спрашиваем фамилию. Просто что, может там перелом, не знаю, давление поднялось. Какая причина до вызова? Что вы, как себя, как с другим полиции ведете? Разглашение. Журналиста пустите, нет? Нет. Дознание. А? Дознание. Нет, я стажер. Работаю. Справка этого? Ни в кое справки нет. Девушка, бросайте эту работу. Камакаева. Камакаева? Да. Вам это нужно, нет? Девушка. Мне кажется, вы сможете лучше в жизни устроиться. Вам что нравится? Пенсия? Ранняя или что? Соцпакет? Форма? Привилегии? Блат? Нет, просто, может быть, действительно есть какие-то причины, почему такие, на мой взгляд, прекрасно милые девушки идут в полицию. Мужа просто нравится говорить преступников. В принципе, это тоже нормальное желание. Действительно преступники. Но только вот, мне кажется, преступники находятся по ту сторону в данный момент. Данных ворот. Которые не пускают граждан в отдел полиции. Журналисты, пустите заявление подать? Нет. Почему нет-то? А представиться не нужно было при обращении гражданина? Федеральный закон о полиции выполнить. Что? Федеральный закон о полиции почитайте. При обращении гражданина с твой полиция обязана представиться. Вот удостоверение вы не обязаны предъявлять. А представиться вы обязаны. Закон о полиции вообще открывали? Нет, читали ли его? Знаете, что написано там? Или вы в актер только можете за движку дергать? Ни один из вас не представился при обращении. Позорище, а не полиция. Хорошо. А потому что... Нет, нет, нет. Вот я с вами не выстрел. Меня снимать не надо. Меня снимать не надо. Чего? Да он меня снимает, меня фиксирует. Если мы ее заряжаем, я на вас подавлю, что я персонально вас. Подавайте, подавайте. Все хорошо договорились. В очередь. Зачем мусорите? А? Зачем мусорите? Я уронил. Я сейчас подниму его. Можете поднять. Естественно, я подниму его. Мне кажется, вы сегодня правильно выкинули. Нет, это вам так кажется. Кажется? Да. Но пока уже не подняли, поэтому я обоснован на мой предположение. Это будет у вас это предположение. Правильно? Ну, сейчас вы подняли, значит, вот и все. Это просто в вашем предположении. Ну, все, я ошибся, значит. Что он говорит? Что? Да то, что все идиоты, которые вышли. Ага. Вот, полиция защищает. Типа из-за нас все перекрыли. 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 Мышлен? Типа из-за нас все перекрыли. Даже не пускают? Хорошо, какое-то, а. А вы что хотели? Да я знаю, что это делать. Знаете, да? Ну, что там происходит? Позже. Стронников полиции привезли. А где здесь? Сняли все Видите, как пристегнут ремень сотрудника полиции? Да, я с металликой подожди Ремешок надень Здравствуйте Здравствуйте Обращение к Вам Что? А почему Вас так не видит за стороны безопасности? Вы не пользуетесь, да? Пользуюсь Как пользуетесь? Здесь Но в итоге стоили транспортное средство и почему-то не пристегнулись Фамилию Вашу назовете, нет? Лица людей Лица людей Тихарь, видимо Просто затаскивают Он же без сознания вроде, да? У меня такое ощущение? Нет? Это, видимо, взошлево наехала Правда, я говорю Может быть, это не по-нашему делать Все Попомни, телефон забрали Телефон забрали? Все Все Сразу забрали Нет Да Груст-то сам Скажи, пожалуйста, протокол составили? Да Какой статье? Эм... 20.20 Часть первая, да? Проходить можно? Сюда А Ивану-то надо? Нет, не надо Так Что у вас? Можно представиться, кто вы? Расскажение ваше видит Капитан полиции Радивилов Радивилов Василий Игоревич 25-го года Василий Игоревич, ну во-первых Мое обращение состояло из трех частей Первая часть это то, что я не мог сегодня Беспредственно пройти в отдел полиции Так Строльники полиции не представились При моем обращении, которые стоят на воротах Отказались у меня обращение принять И также Отказались пропустить мне обзорную часть для подачи заявления Это первая часть Вторая часть Либо ваше транспортное средство сейчас Либо транспортное средство РАФ-4 Стоит под знаком парковка для инвалидов Там знак парковка для инвалидов Либо сейчас вы стоите под знаком Хотя вряд ли Куда направлены Ну значит РАФ-4 Стоит на парковке для инвалидов Об этом в ГАИ сообщили только Сотрудник в ГАИ тоже сообщение сделал И третья часть обращения Это то, что У отдела полиции Номер 1 Значит Нет Никакой Абвиатуры Говорящей о том, что здесь находится отдел полиции Ворота закрыты, на воротах нет ни одной таблички На воротах нет информации Слева от ворот Тоже нигде на заборе ничего нет То есть никакой информации, говорящей о том, что здесь по данному адресу находится отдел полиции, нет Это тоже грубое нарушение, потому что Государственные уровни власти должны Иметь несколько атрибутов Это точно, ну вывески Говорящие о том, что по данному адресу находится отдел полиции То есть вот мое обращение Касалось вот этих трех моментов Документы ваши будьте добры Обязательно? Документы? Да. Ну как я должен Растовериться с кем общаюсь, заявление Вы можете устно Не меня принять Пожалуйста И то, что касается, еще можно добавить Парковки для инвалидов Я считаю, что здесь нарушение федерального закона защиты прав инвалидов Так как, согласно данным федерального закона Должно быть не менее 10% От общего количества парковочных мест Судя по данному знаку Есть только одно парковочное место Для инвалидов Несмотря на то, что парковка Тут порядка, наверное На 40 автомобилей Если посчитать То, что находится слева от нас И справа от нас Угу Они правда не предупредили за Зачу завета Боложеных показаний 51 статью конституции Не предупредили Перед взятием объяснений Так, куршурная полиция Разобраться по данному факту, да? Да По каждому По данным По данным По данным фактам, да Так Прочитаете или прочитаете? Сами Ну давайте Посмотрю осенью Мало ли По данным 406 у нас здесь Вон все Нет, но она Разъясняется до Взятие объяснение Вы знаете об этом? Ну А не после того, как уже Объяснение отобрано Все С моих слов записано верно, да? Да Так Выпись ваша здесь 306-я Заведомо лужин для нас Какая ответственность? Мм? Какая ответственность? Заловно Сколько лет? Сейчас с вами не будем углом Обсудить Вдруг там так ответственность, что я и думаю Сейчас за время Перестаньте Чего? Здесь мне написано Записано Наверное Ну и причинная подпись Расшифровка Дата 4 в 4, никто не занимается Грижникам сообщили Сейчас примут меры Он уже уедет к этому времени наверно Это не ваш коллега, нет? Я у всех коллега Не знаю машины Ну вдруг Я раз в машину вижу Тут сегодня Посетителей много Сейчас заявление Зарегистрируют Антону Ленин Внесу куда-сюда Потому что пропасть Все еще запишут Ага, хорошо За что вы были задержаны? Задержали Когда попал в отцепление На улице Ленина Угу Вот Все в принципе Как сроки полиции себя В отношении к вам вели? Да В отношении так Претензий нет Разве что задержали На полтора часа дольше Чем можно по закону На сколько вас задержали Получается? Два двадцать Два двадцать А протокол задержания есть? Или нет? Протокол задержания Протокол доставления Или просто просто Они в деле Наверное У меня только протокол Нет Вам должны были копию вручить Нет 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 В каком об административе А вода есть в здании? А Водоснабжение есть? Молодой человек Проносил пакеты с водой В туалетах вода есть? В водоснабжение есть? В туалетах как там? Умыться? Руки помыть? Нет Обычные нормальные В туалете нет воды А вы были на каком этаже? Там два туалета есть в подвале А есть на втором? Нет, я был на первом И на третьем, по-моему, держался Сколько народу задержанных было? С вами На автобусе, по-моему, от 40 до 50 человек Это первый автобус, наверное У вас тоже забирали? Да Тоже забирали? Сразу же? Да, с описью изъятого имущества То есть сразу как бы досмотры личных вещей Изъятия было до составления протокола? Да? Получается так Получается так Ну, подождите минутку У вас должен быть тогда протокол изъятия У вас что-то есть мимо протокола Об медицинном правонарушении? Какие-то еще документы какие-то есть? Я подписывал Нет, а вам копии были вручены? Нет Вот, защитник, да, юрист Оставьте, пожалуйста, свои координаты Чтобы вам потом помощь, если юридическая, понадобится Скажите, кроме одного автозака Так, а сказали еще автозак, да? Привезли? Так что Да, разговоры были, но я не видел Но говорили, что еще было автозак Еще три года столько же Видео съемку запрещали не проводить? Стронники полиции? Так, а если сразу Нет, не у всех Не у всех забирали сразу, по-моему, там Чернышев Чернышев Вот я познакомился с Чернышевым Филиппом здесь Он проводил съемку Проводил, да? Я не проводил Угу, все, понятно У меня запресса нет А вам известна дальнейшая судьба Чернышева? Потому что мы не знаем, что там Оформили материал Я вот выходил, он был в коридоре Вот я вот только что Да А протокол был составлен у него уже, не знаете? Не знаю Ну ладно, спасибо вам Вот данные свои сообщите, вот Елене, да О, Мозлокин что ли? Приехал Провоцирует Нашло провоцирует Да, исполнение Закон о полиции что ли? Ты чего бегаешь-то, Мозлокин туда-сюда? А? Что сделать еще раз? Скажи еще раз, что мне сделать? Куда мне уйти? Мозлокин Илья, ты провоцируешь его На исполнение закона о полиции Да? А что, не представляется опять? Не, опять не представляется Что говорит? Отойдите, говорит Мозлокин, что не представляешься, гражданам? Мозлокин Я знаю, дадите отсюда Удостоверение ваше, Мозлокин Вы ко мне обортились? Дадите от меня Вы ко мне обортились? Не сайте работать Вы ко мне обортились, нет? Работать, не служить, служить, наверное Полицейский Мозлокин Ты ко мне обортился, нет? Чё глухой, Мозлокин? Я говорю, ты ко мне обортился, нет? Я скажу, что вы сотрудники полиции На основании какое вы меня снимаете? Вы ко мне обортились, нет? Полицейский Или не обортились? 59 0079 Мозлокин Мозлокин Чё замолчал тут? Так, блок что ли, да? Чё? Чё, наручники? 19-3, может? Ты же любишь это? Сейчас машина поднимать будет Может, случайно зададить Дерней проемут даже у дипломбированные Сброни полиция Знаете об этом? Нет Обломбируете? Отлично! Отлично! Вот это Мазокин у нас! Очередной раз! Что делаешь-то, Мазокин? Я не трогаю, я стою! Я стою! Я стою! Фиксируй со всей стороны! Вы что творите-то, а? Провокатор! А то идите! Куда мне дайте? Я здесь стою! А идите от эвакуатора! Со мной пойдешь? Со мной пойдешь, нет? Мазокин! Ну давай, иди! Какое-нибудь чудо! Не будешь, куда они поворачиваются, нет? Вы же все опасаетесь этого, мало ли что вдруг случится! А? Мазокин! Отойдите от машины! Я отошел от машины! Я не стою у машины! Я вам фиксирую со стороны! Он сейчас снова будет ко мне на своей задней сижаться! Что Мазокин? Так, наверное, спишь и видишь, да? Физическую силу к тебе применят! В весь шоссе! И у нас действительно очень, очень! Офим. 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 Аш-сь! И отрез. Офим. Что-то седа. Аш-сь! Ах-с! Стали пломбировать машины Раньше не пломбировали А заднюю дверь не пломбировали? А где? Смотрите Я вам подсказал А так будет с нарушением У меня еще обращение К вам будет полицейский Примите? Или опять забейте на закон Очередной раз Мазакин Обращение умеете принимать от граждан? А где варежки сопливые? Обращение к вам полицейский будет Полицейский Обращение к вам Полицейский Обращение к вам Куда поехал-то, а? Чудо? А на вас протокол составляет? Нет 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 Это тот, который отправлял протокол Филипб Валерьевич Здравствуйте Здравствуйте Рассказывайте, что с вами произошло Что случилось И какие последствия вас ждут На удивление Честно сказать Случилось то не хорошее А на последствия никаких не ждет Вот Я появился на улице Ленина по просьбе защищать права и интересы граждан. Соответственно, я поддерживаю, конечно, митингующих. Считаю, что народовласть – это основа справедливого общества. Это даже не вопрос. Но что сказать-то? Филипп, там много еще народов? Людей много еще. Человек 10. Ну и все. Протокол есть? Да. Не больше, да? Не больше, да. Человек 10. А они где, в подвале или где-то там? Они вот только что подняли последних людей из подвала. Протокол составили? В отношении меня? Да. Нет. Так нет? Ну так не составили. А продержать здесь? За что продержать? Протокол задержания составили? Протокол задержания тоже не составили. Какой-то документ процессуальный у вас есть на руках? Нет, у меня нет никаких процессуальных документов. Меня отпустили, разобравшись, что я представляю интересы граждан. Позволили представлять интересы граждан, консультировать. В какое время были задержаны? Задержан я был незначительное время. Нет, в какое время вас задержали? Сколько это было? А, в какое время? Я даже не скажу, это было днем еще. В час сорок, по-моему. Андрей, если вы вместе с Андреем, то в час сорок. Я видел, как задерживали Белякова, Расторгуева, вот этот синий автобус, который на Ленина. Я подошел, потребовал гражданина, который управлял ОМОНовцами. Он был абсолютно не в форме, без удостоверения. Очень хрустливый товарищ. Он руководил ОМОНовцами. Они его слушались, хватали людей избирательно. То есть он сортировал людей. То есть тех, кто ему не нравился, он велел заталкивать в автобус. Я подошел к нему, сказал, что я представляю интересы Белякова, Расторгуева. То есть рядом стояла Влада, она видела, как Белякова загрузили. Он начал бегать от меня, прятать свое лицо. Очень нервничал. Потом попытался схватить меня за одежду. Вел себя неадекватно, не предъявил ни удостоверения. То есть пытался вообще представить себя физическим лицом, не имеющим отношения к происходящему. Вместе с тем плюнул на это. Ну, там было много съемки. И велел ОМОНовцам меня паковать. То есть мне сказали, что можете защищать интересы в автозаке сколько хотите. То есть я правильно понял, грубо говоря, вы с двух часов до... До... Сейчас время часов сколько уже? Без 10-8. Без 10-8. Ну, грубо говоря, до 8 часов вы находились в отделе полиции. Никакого... Да, верно. Я находился в отделе полиции. Но надо дать должное, что если на эсклонаде права людей грубейшим образом нарушались, то в отделе полиции с какого-то момента... То есть у меня возникло ощущение, что будто им люди как на голову свалились. Хотя вроде бы понятно, что был объявлен план крепость, что вроде бы все было рассчитано, продумано. Проблема была в том, что со всеми людьми беседуют работники отдела ЦПР. То есть Центр противодействия экстремизму. И беседуют, скажем так, с точки зрения, чем люди недовольны.